давайте соберемся еще раз сейчас на самом деле я посмотрел уже больше половины пар правильно пригружала правильно как бы давила но скажу вам честно эти техники нужно именно их чувствовать то есть как бы не просто знать технически как они выполняются а именно почувствовать этот баланс давление правильную дистанцию правильную траекторию а для этого ее надо нарабатывать поэтому я сейчас чтобы вы больше успели увидеть вам материала как бы дам но если вы ее не будете нарабатывать у вас будут проблемы это ровно также как вот писать себе вот вы научились ездить на машине то есть вы умеете как бы там переключать там сцепление газ механику переключать умеете заходить в поворот то есть на медленной скорости вы спокойно выберите правильную траекторию поворот и зайдете на более высокая скорость и вы уже в такой порт не войдете у вас будет занос то же самое когда вы будете бороться на соревнованиях либо здесь на тренировках какой-то конкретно свадки когда вы будете пытаться давить вашего соперника он вам будет давать какую-то другую реакцию то есть давать вам будет сопротивление и из-за этого сопротивления у вас давить его правильным весом не получится, если у вас не будет правильный баланс, правильное направление вашего веса к ему в затылок, именно правильной траектории, по которой вы должны ходить. То есть эти моменты нужно почувствовать, а почувствовать вы их можете только нарабатывая. Сейчас я продолжу давать вам дальше материал, но обязательно на тренировках это все пробуйте, именно прессингуйте, давите и почувствуйте правильную траекторию и так далее, для того, чтобы у вас все это получалось и в сватках. Сейчас что мы с вами делаем? Также забираем голову с рукой, смотрите, я делаю, получается, два шага. Сейчас я понимаю, что он хорошо, уверенно стоит на ногах, допустим, какой-то вольник, и как бы он может нормально вступать. Я делаю что? Смотрите, я сейчас на промежуточную ногу ставлю свой вес, и левой ногой я делаю широкий шаг в сторону, и правый ухожу назад. Широкий шаг в сторону, и правый ухожу назад. Широкий шаг в сторону, и правый ухожу назад. Циркулем получается сейчас чуть-чуть постараюсь устойчиво стоять. Да, я за мой вес ему неудобно стоять. Вот я раз сделал, смотрите, я делаю раз шаг в сторону, и вес с него не снимаю вообще ни разу. И здесь провожаю его вниз. Все, дальше я продолжаю его здесь вот давить, ну и потом уже будем заходить за спину. Давайте, в принципе, сейчас начнем заходить, чтобы у нас успеть еще в ближней дистанции поработать. Подожди. Раз, забрали. Сделали один-два шага. Почувствовать, заставить его отступить пару раз. Он будет вообще реакцией любого человека, когда вы на него даете, тем и вас. Здесь вы его проваливаете за счет того, что эту ногу убираете в сторону, и правой ногой по циркуле ведете за собой, причем дальше вниз. Все, мы его здесь задавили. Здесь я также, поднимая свой таз, продолжая на него давить, заставляя его тазом сесть на свои же пятки, то есть для того, чтобы отключить его мембомбильность. Как только он своим тазом сел на свои пятки, я спокойно перекрываю вот это плечо, хожу за спину. Если он тазом на свои пятки не сядет, он сможет дальше мобильно перемещаться, не давать мне выйти за спину. Если я его пригружу, еще раз, раз я забрал, здесь я продолжаю его давить. То есть если я это не сделал, он будет перемещаться. Если я его так вот смог сдавить, ну поверьте, когда вы 20-30 секунд в стойке походили, потом перешли сюда, отсюда продолжаете давить. Видите, да, я на него прям давлю, ему некомфортно. Здесь я сначала, чтобы он меня не перехватил, так, своей грудью, весом своим перекрываемым плечом, захожу за спину. Давайте выйдем сейчас в это положение, а потом еще в стойке пару техник дадим и перейдем уже на ближнюю дистанцию. Раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шаг в сторону, не-не, левый шаг в сторону, да, правый вниз, причем, ну, да, только слишком быстро. Смотри, сначала ты делаешь раз вниз, потом опять встаешь на него, заставляешь его тазом положить, потому что будет жалко очень, если он пойдет на колени, ты пойдешь, он тебя раз, поймает. То есть продолжай его постоянно давить, присоединировать. Ты никуда не опаздываешь, как будто колено на животе, ты его просто утомляешь, утомляешь. Да, отлично. Продолжай его грузить. Да, 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 во. Да, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поймите, то, что если будете делать все то, что я вам говорю, рисков того, что вы чего-то отдадите, нету вообще.